приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание зеркалу поговорим о том на что способна зеркало что обязательном порядке нужно какие практики проводить как нему обращаться чтобы привлечь свою жизнь счастья удачу деньги благополучия и любые материальные и нематериальные блага друзья далее все более подробно знаете в каждом современном доме есть как минимум одно а то и более зеркал и мы с важной куз мы с вами каждый день по несколько раз смотрим зеркало используя при этом его для различных своих нужд а также периодически и для развлечений делая например в нем фотографии но не все знают что зеркало имеет необычайно сильную энергетику которая способна изменить многое и привлечь в нашу жизнь при этом как положительные моменты так и отрицательные поэтому очень важно правильно относиться к зеркалу не все что связано с зеркалом возможно объяснить зеркало способна впитывать и запоминать абсолютно все что его окружает как положительные энергии приятные события таки полностью противоположное наши предки часто обращались за помощью к зеркалам использовали и в сильных обрядах в ритуалах практиках также зеркалами связаны многие поверья которым нужно обязательно прислушиваться часто у многих людей которые не придают зеркалу важного значения в нем отображаются открытые шкафы в которых разбросаны вещи мусорное ведро так как вы знаете что мусор он притягивает негатив а поломанные вещи или предметы хаотически наложенные пузырьки с кремами с духами которыми вы подолгу не пользуетесь они только лежат и собирают на себе плохие энергии также в нем не должно отображаться ничего из того что вам не нравится злит вас раздражает вас все это ни к чему хорошему не приведет кроме того что вашей жизни может появиться хаос которым вы не сможете справиться поэтому следите внимательно за всем тем что видно в вашем зеркале очень плохо когда во время сна ложе супругов отображается в зеркале и это не только притягивает бессонницу но и приносит в отношении супругов сильные размолвки выяснение отношений недопонимания и часто даже приводит к разводам поэтому не рискуйте и располагайте ваше спальное место обдумав все нюансы но если получается так что по-другому ну никак не получается значит нужно пошить 4 мешочка из белой ткани и в каждом углу вашего спального места разложить по такому мешочку когда будете это делать проговаривайте обязательно такие слова соль защиту для нас образу и защите от вреда извне спального места сбереги это поможет вам во время сна удержать все свои энергии при себе и оградить от любых неприятностей эти мешочки нужно менять раз в три месяца прошлый выносить и выкидывать обязательно водоем с проточной водой важно чтобы не принести себе вред соблюдаете такие простые правила как смотреть в зеркало только в хорошем прекрасном расположении духа и настроении никогда не ругайтесь перед ним не смотрите в него тоже когда например у вас депрессивная когда вы плачете когда вы плохо себя чувствуете или когда у вас был тяжелый день так как зеркало считает весь этот негатив а затем привлечет еще больше негатива так как вы знаете что плохое притягивает плохое а хорошая притягивает хорошие и в течение следующих дней как только вы будете смотреться в свое любимое зеркало она будет большом количестве вам этот негатив с большой силой отдавать и тем самым разрушая день из-за дня ваше биополе и вы станете подвержены влиянию недоброжелателей у вас начнутся проблемы во всех ваших жизненных сферах на работе в семье и с каждым разом это все будет только усугубляться если уж получилось что вы посмотрели в зеркало в плохом настроении или например поругались перед зеркалом обязательно нужно сразу убрать этот негатив который не успел пока еще принести вам вред для этого зажгите свечу любого цвета установить ее на блюдце или на тарелочку важно чтобы на ней не было сколов трещин каких-то потертостей и возьмите в левую руку затем в правую руку возьмите щепоточку корицы подойдите к зеркалу возле которого это произошло и проведите свечой по его периметру затем посыпайте сверху на свечу корицу и проговаривайте такие магические слова зеркало все что ты вобрала огонь не уберет а корица положительные потоки тебе пришлет их впитай и меня затем возвращай проделав это сделайте еще круг вокруг зеркала свечу затушите подойдите к окну и сдуйте в него корицу свечу можете использовать еще и для других чисток или ритуалов но реагировать помните нужно очень быстро если вы решите сделать такую чистку на следующий день она уже будет не действенно это как негатив войдет в зеркало зеркала в доме обязательно нужно всегда содержать в чистоте на них не должно быть пятен потеков различные каких-то ля 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 постей и тем более пыли потому что все это притягивает к ним негатив а вы и ваша семья будете все это собирать что будет неблагоприятно влиять на вашу жизнь принося в нее неприятные события а чтобы этого не происходило раз в месяц обязательно проведите чистку всех зеркал лучше это делать конечно же на убывающую луну зажгите белую свечу намотайте на нее белую нитку наберите в емкость воды и вокруг свечи сделать один круг из соли 2 из корицы это емкостью вокруг каждого зеркала в доме делайте три круга и при этом проговаривайте такие слова зеркало все что в себя ты вобрала отдай а вода ты это впитай огонь помоги и энергетическую чистку проведи чтобы все зло ушло и вреда мне и моей семье не принесло затем каждый зеркал нужно натереть кусочком светлой ткани а когда закончите нитку снимите со свечи и сожгите вместе с тканью воду вылейте а свечи дайте догореть огарок обязательно выбросите затем возле одного зеркала разместите купюру возле другого семейную фотографию где вы счастливы а возле остальных по лавровому листу на таких на таких напишите то что вы хотите получать и притягивать свою жизнь проделав это теперь глядя в ваши зеркала вы будете притягивать положительные моменты в свою жизнь также никогда не стоит давать свое зеркальце и если она в пудренице другому человеку даже если у вас его просят кто-то из вашего близкого окружения так как вы не знаете как на самом деле относятся к вам определенный человек и не знаете с каким настроением он него смотрит возможно на данном этапе у этого человека есть проблемы о которых вы не знаете ваше зеркальце должно принадлежать только вам до бывает такое что неудобно отказать или или человек сам берет вашу вещь без спроса пока вы не видите для этого обязательно выставьте защиту которая помешает причинить вам вред и не будет отбирать ваши энергии